По поводу пересчета, по поводу постановления Кабинета министров, которое предусматривает пересчет в сторону снижения тарифов за отопление за декабрь месяц, подчеркиваю, за декабрь. Сегодня рассматривается возможность снижения, вопрос этот будет вынесен на сессию Одесского городского совета, потому что учредителем коммунального предприятия является громада в лице Одесского городского совета. Почему вопрос выносится на сессию? Потому что этот пересчет предусматривает, что предприятие понесет дополнительные убытки в размере 27 миллионов гривен. Для того, чтобы эти убытки были перекрыты и предприятие могло в штатном режиме выполнять свою работу, необходимо эти деньги заложить в бюджете. Поэтому будет вопрос стоять таким образом. Будет датироваться дополнительно на 27 миллионов гривен из городского бюджета предприятия. Возможно, областной бюджет поможет и даст субвенцию для того, чтобы провести этот пересчет. Поэтому сегодня этот вопрос остается открытым, рассматривается возможность. Что касается нового тарифа, в январе этого года НКРЕКП пересмотрела тарифы на тепловую энергию для ряда городов Украины в сторону увеличения. Это связано с увеличением и цены на газ с января месяца, его транспортировки и распределения, увеличение зарплаты в структуре тарифов, связанное с ростом минимальной заработной платы и ряда других расходов. Поэтому сегодня тариф коммунального предприятия составляет 1473 гривны для населения без НДС, но будет введен в действие для населения, для одесситов только с нового отопительного периода. Что касается часто задаваемых вопросов по обонплате, этот вопрос также находится на стадии рассмотрения и согласования. Речь идет об установлении для Одессы двуставочного тарифа, для того, чтобы двуставочный тариф позволит разбить плату населения на две составляющие, которые покрывают условно-переменную часть затраты, условно-постоянную. Условно-постоянно это средства, которые заложены в тарифе и направляются на безперебойное поддержание производства, условно-переменная, это непосредственно плата за тепловую энергию. Поэтому этот вопрос еще не принят, документы еще в НКРЕ, как и по этому поводу, не подавались. Пока что готовим рассмотрение, будет проведен этап общественных слушаний первоначальной в Одессе, безусловно, мы всех об этом проинформируем. Пожалуйста, эту цифру вы назвали 30%, вы уже провели подсчет, и это 27 миллионов, если вы сделаете скидку. За декабрь? Да, да, да. Дополнительно это 27 миллионов гривен убытков, которые лягут на предприятии. И у них должен быть источник компенсации. Поэтому сегодня предприятие обращается к городскому совету. Хорошо, что тогда на следующие месяцы предусмотрено, что ставка остается той же, без 30%, минус, без плюс? Постанова Кабинета Министров о пересчете касается только тех месяцев календарного года, в которых цена на газ будет снижаться. На сегодня снижение цены на газ с января месяца не предвидится. Задолженность населения перед коммунальным предприятием теплоснабжения города Одесса составляет на начало года порядка 450 миллионов гривен.